Смоленская АЭС Итоги конкурса – День атомных городов. С начала года выработано более 19,1 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана – более 1,9 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС заняла первое место в областном смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда по итогам 2019 года. Лучшим уполномоченным по охране труда признана ведущий инженер-технолог химического цеха Елена Ермакова. За вклад в работу по повышению безопасности на предприятии благодарственным письмом губернатора отмечен начальник отдела охраны труда Павел Лобачев. На атомной станции действует система управления охраной труда, предусматривающая административно-общественный контроль и личную ответственность каждого работника за соблюдение норм и правил. На повышение уровня культуры производства направлены многочисленные инструменты. Инструктажи перед началом работ, наглядная агитация, обучение и повышение квалификации, личные встречи с руководителем. Сотрудники полностью обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. На всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда. Проходят периодические и предсменные медицинские осмотры персонала. И считаю направление охраны труда очень важным в работе предприятия. И думаю, что мы дальше продолжим улучшать свою работу в этом направлении. Ещё одним победителем областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в Десногорске стал детский сад «Ласточка». Среди лучших уполномоченных по охране труда – специалист школы номер один Валентина Воропаева. Дезактиваторщик ООО «Смоленское» АЭС «Сервис» Елена Брылякова. Водитель АО «Атомтранс» Руслан Богачёв. Специалист детского сада «Ивушка» Наталья Егорова. Начальник смены реакторного цеха Николай Дубенко и оператор цеха по хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом Кирилл Дудукалов стали победителями конкурса «Смоленской АЭС» на лучшее знание правил охраны труда. Они представят атомную станцию в конкурсе концерна «Росэнергоатом». 19 ноября главный инспектор «Смоленской АЭС» Рамиль Галиев поздравил победителей и призёров конкурса и вручил им заслуженные награды. В конкурсе «Смоленская АЭС» на лучшее звание правил охраны труда приняли участие 34 сотрудника – рабочие и инженерно-технические работники. Удачно дебютировали в конкурсе начальник смены реакторного цеха Николай Дубенко и оператор цеха по хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом Кирилл Дудукалов, уверенно обойдя соперников и заняв первую ступеньку пьедестала почёта. На втором месте ведущий инженер турбинного цеха Максим Падила и лаборант химического цеха Вера Короленко. Замкнули тройку лидеров инженер электрического цеха Игорь Михеев, оператор цеха вентиляции Дмитрий Рагулин и старший машинист цеха обеспечивающих систем Евгений Михалёв. Победила дружба. Так в целом можно оценить итоги конкурса «День атомных городов», который прошёл на одной из отраслевых онлайн-площадок. Форум объединил участников из 21 города-спутника предприятий атомной отрасли. Десногорск на конкурсе представляли 8 сотрудников нашего городообразующего предприятия «Смоленской АЭС». Уже не первый год в атомных городах проводится конкурс «Росатом вместе», который объединяет в единое целое 16 социальных проектов, реализуемых госкорпорацией на территориях своего присутствия. «День атомных городов» – одно из направлений этого конкурса. Его цель – вовлечение работников атомной промышленности и жителей Атомградов в развитие корпоративной культуры, формирование эффективной среды для общения. «В прошлом году мы с вами были свидетелями потрясающего классного, грандиозного праздника, который организовывался в «Росатом». Но сегодня она реально сфиксируется, к сожалению, другие условия. Поэтому мы встретились с вами здесь, на онлайн-площадке. Сегодня не будет традиционных угощений, творческих выступлений, выставочных экспозиций, но будет не менее интересно». От имени руководства госкорпорации конкурсантов приветствовал директор департамента по взаимодействию с регионами Андрей Полосин. Он пожелал участникам получить удовольствие от общения, ощутить, что в «Росатоме» мы действительно все вместе, несмотря ни на какие расстояния и преграды. А наши атомные города объединяет настоящая дружба. «День атомных городов» прошёл в формате викторины. Конкурсанты участвовали в двух интеллектуальных турнирах. В атомной разминке команды задавали друг другу вопросы на тему атомной энергетики, но в стиле КВН. А ответы на них должны быть тоже в шуточном стиле. По жеребьёвке десногорцы в разминке соревновались с Железногорском. В турнире атомные знатоки представители городов отвечали на заковыристые вопросы организаторов. Каждому городу по три. Десногорцы набрали на нём три максимальных балла. Результаты атомной разминки будут подведены позже. До свидания!